Вسم الله الرحمن الرحيم Алхамдулллahi رабб العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجبعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووажаемые братья и сестры Всевышний Аллах سبحانه وتعالى Он великий, العظيم ولا يقسم إلا بالعظيم и склянуется Всевышний Аллах только великим своим творением Всевышний Аллах سبحانه وتعالى паклялся في سورة الفجر и сказал والفجر وليال عشر Клянусь, говорит Субхану ва Та'але, клянусь утренним рассветом и десяти ночами. Муфасир говорит, десять ночей имеется в виду первые десять дней месяца Дзульхиджа, которая наступает завтра, 11 июля 2021 года, первый день месяца Дзульхиджа. Эти первые десять дней самые любимые дни перед Аллахом Субхану ва Та'але, то есть на этой земле, в этой дни более любимых дней, чем эти первые десять дней перед Аллахом не существует. Самые любимые ночи это последние десять ночей месяца Рамадана. Самые любимые дни это первые десять дней месяца Дзульхиджа. И пророк Мухаммад сказал, Нету более любимых дней для благих дел перед Всевышним Аллахом Субхану ва Та'але, кроме как в эти десять дней месяца Дзульхиджа. То есть Аллах Субхану ва Та'але любит все благое. Аллах любит благие деяния, намаз, дуа, хорошее отношение к родителям. Когда человек то, что обещал, выполняет, садака, пожертвуя на пути Аллаху Субхану ва Та'але, улыбка в лицо твоего брата, все благое Аллах Субхану любит, но в эти дни Аллах их больше любит. Тогда сахабы Редван Аллаху Алейхим удивились и сказали, Я Расулу Аллаху, ва лаль джихаад фи сабилиллах. О, посланник Аллаху, даже джихаад, даже проявление усердия на пути Аллаха не так любимое, чем благие деяния в эти десять дней. На что пророк Мухаммад Субхану Алейхим ответил и сказал, Даже джихаад, даже проявление усердия на пути Аллаху Субхану ва Та'але, не так любимое перед Аллахом Субхану ва Та'але, чем благие деяния в эти десять дней. Кроме как того человека, который вышел со своей душой и своим имуществом и ни с чем не вернулся. Раньше, когда выходили сахабы Редван Аллаху Алейхим, они выходили своей душой, но не выходили своим имуществом. То есть, пророк Мухаммад Субхану Алейхим здесь подчеркнул, что в эти дни Аллах Субхану Алейхим любит, когда верующие совершают благие деяния. Так же, как он любит Аллах Субхану Алейхим, когда верующие совершают благие деяния, Аллах не любит, когда грешат его рабы. Но так же в эти дни грех более великий, чем в другие дни. Поэтому нужно нам с вами быть, уважаемые братья и сестры, более бдительными в эти десять дней. И мы должны возвеличивать шариат Аллаха Субхану Алейхим. Пророк Мухаммад Субхану Алейхим после этого объяснил, что делать нам с вами в эти десять дней. Альхамду Лля, все благое с неятом в сердце ради Аллаха Субхану Алейхим, ради довольства Аллаха Субхану Алейхим, Так как Аллах любит эти 10 дней и любит благие деяния еще больше в эти 10 дней, нежели в другие дни. Пророк Саллаху А.С. сказал Больше в эти дни произносите слова То есть слова Таухида, слова Единобожия, благодарство Аллаху Субханаму А.Тааля и возовеличенно Субханаму А.Тааля, Слава Аллаху Акбар. То есть Таухида, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, На Иляхе Илля Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Валалай Илхамд. И Шафия Рахмаллах сказал Если человек еще добавит другие адзикары, то нету в этом ничего страшного. То есть человек добавит другие адзикары, как Эльд». то, аль-хамдул-ля, это только будет для него благом. Завтра начинать в течение дня постоянно произносить и мужчины, и женщины, и дети, когда в пробки встанем, когда пешком идем, когда собираемся, как напоминание. Ибн Умар и Абу Гурейр выходили на рынок в эти дни и произносили такбираты, чтобы люди слышали и повторяли за ними, как бы они напоминали. Ибн Умар и Абу Гурейр выезжал на хадж раньше, и когда он достигал долины Мина, оттуда произносилось и такбиры, чтобы люди слышали и говорили, повторяли. Это он делал как напоминание для верующих. Это такбират мутлака, то есть в челе этих дней мы постоянно говорим. Есть такбират мукайеда, то есть привязанный после намазов, после фарт намазов. Он начинается после утренном намаза в день Арафа. День Арафа, как Пророк Мухаммад сказал, хадж, паломничество, это есть Арафа, самый великий день. Самый великий день в году. Самая великая ночь, это ночь предопределения. В Рамадане самый великий день Йомль Арафа. Пророк Мухаммад сказал, дуа, дуа Йомль Арафа. Самая лучшая дуа, это дуа в день Арафа, которая будет 19 июля, иншаллах. С этого, 19 июля, после утреннего намаза, начинаем произносить такбирати. Это мукайеда, привязанный. И так после каждого намаза. После дугра намаза, после асра, магреб, аича. На следующий день Аид, 20 будет, иншаллах, Курбан Байрам, 20 июля. Тоже после каждого намаза произносим такбирати. На следующий день, 21, 22 и 23 до асра, после асра намаза, как мы прочитаем, 23 июля, такбирати заканчиваются. Такбираты заканчиваются. И если в Рамадане праздник он один день, то Курбан Байрам он 4 дня. Это получается 20 июля, 21, 22 и 23. В эти дни можно зарезать барашку, принести жертвоприношение. И в эти дни поститься запретил посланник Аллаха. Часто задают вопрос по поводу поста в 10 дней вместе с Дзул-Хиджи. Является ли он такой сунный, является ли он обязательно? Нет хадиса, который бы говорил, что именно поститесь. Но так как благие деяния, они любимы перед Аллахом, и пост является благим деянием, благим делом перед Аллахом, то желательно поститься также в эти 10 дней. Потому что Пророк Мухаммад сказал, один день поста на пути Аллаха отдаляет лика человека от наказания ада на 70 лет. Постился ли Пророк Мухаммад все эти 10 дней или нет? Здесь есть разогласие среди ученых. Хафса, дочь Умара, супруга посланника Аллаха, она сказала, я видела, что Пророк Мухаммад постился, когда он в эти дни постился. Аиша, другая супруга, дочь Абвака, она сказала, я не видела, что Пророк Мухаммад в эти дни постился. Поэтому ученые говорят, то есть в те дни, когда он был с Хафсой, он постился. И когда был с Аишей, не постился. Поэтому ученые говорят, то что он и постился, и не постился. Но однако здесь кто хочет, может все 10 дней пропаститься, кто хочет через день, кто хочет там определенные дни. Но однако будьте бдительными, не пропустите пост в день Арафа. В день Арафа. Тот, кто не едет на хадж. А в этом году, к сожалению, мы не сможем попасть на хадж. Вообще со всего мира 60 тысяч человек только поедут из-за пандемии. Но, иншаллах, каждому запишет награду, если он хотел, намеревался по его нияту, по его намерению. И дай Аллах, в следующие года нам поехать, иншаллах. Для того, кто не на хадж, то есть не отправляется в Мекку, он, пускай лучше постится в этот день. Это 19 июля. Пост в день Арафа, то есть 19 июля, 9 день вместе с Духиджа. Я надеюсь, что Аллах, субхану ва-те-Аля, простит мне прегрешение двух лет. То есть, простит мне прошлый год прегрешение и будущий год. То есть, один день поста, один день поста прощает два года прегрешение. Это великая награда, великая милость от Аллаха, субхану ва-те-Аля, не пустите эту возможность. Также задают вопрос, кто хочет привести жертву, прегрешение, барашку, курбан сделать, удахья. Можно ли ему стричь ногти, волосы? То есть, опять же, здесь есть разногласия среди ученых. Мазхаб Абу Ханифа и Имам Малика говорят, что он может стричь на протяжении 10 дней. Даже если он хочет зарезать барашку, он может стричь волосы и ногти. То есть, это не является ни харамом, ни макрухом. Мазхаб Шафи'и, Имам Шафи'и, макрух. То есть, нежелательно стричь волосы и ногти для того, кто хочет принести жертвоприношение. Мазхаб Ахмад и Бен Хамбан. Мазхаб Ахмад говорит, что харам, нельзя стричь ногти и волосы в эти 10 дней. Поэтому, как нам быть, стричь или не стричь? Ученые также говорят, что если ты живешь в местности, где преобладает немусульмане, и у человека быстро растут ногти, например, волосы, и он может показать о необрядном, и тем более, если у него такая еще должность какая-то, то он пусть стрижет, даже если он хочет принести жертвоприношение. Если он там живет в исламской стране, в мусульманской стране, то тогда люди понимают, почему это так, то он тогда может лучше для него, это не стричь, не трогать ничего из волос и из его ногти. Аля куль хал, человек сам смотрит, как ему, что ему ближе, какое мнение ближе, и от своего положения он отталкивается, иншалла. Самое главное дело, уважаемые братья и сестры, в эти дни мы побольше должны делать благих дел, возвеличивать эти дни и заниматься поклонением Всевышлену Аллаху. Саид бин Джубейр, когда наступали эти 10 дней, сахабы говорили, никто не смог его отвлечь от поклонения, то есть все, он был недоступен к людям, он занимался поклонением. Садака, благие деяния, улыбка, хорошее настроение, альхамдуллах. То есть распространение добра на земле Всевышнего Аллаха, это является благими деяниями, иншалла. И делайте это с неятом ради удовольствия Аллаха, так как Аллах любит благие деяния в эти дни больше, чем в остальные другие дни. И, альхамдуллиллах, это милость Всевышнего Аллаха, это некий такой подарок для своих рабов, то, что он нам с вами подарил, такие великие 10 дней, месяца Зульхиджа. Просим Аллаха, чтобы сделал нас из тех рабов, которые приближаются к Аллаху, из богобоязненных рабов Всевышнего Аллаха. Чтобы Аллах, как вместе нас собирает в этой жизни на поклонение в вечности, собрал нас вместе, иншаллах, в своем делаем дуа в эти дни. В день Арафа особенно больше делаем дуа, больше просим Аллаху, потому что это самый лучший день. И в день Арафа Аллах, много-много людей освобождает от наказания ада, от нас освобождает от наказания ада, нежели чем в другие дни. Да, Аллах нам должным образом эти дни встретить и провести их в поклонение Всевышнему Аллаху. Субхану и Та'яле, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ла Иллаха Илла Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ولله الحمد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته